Привет друзья, это уже девятьсот первый выпуск интересных новостей из мира компьютеров, так что усаживайтесь поудобнее и полетели посмотрим, что там произошло новенького. Как и ожидалось, компания Nvidia представила архитектуру Blackwell и двухчиповый чип на её основе. Это творение является самым мощным на планете Земля и имеет на борту 192 ГБ памяти HBM3e и создаётся по техпроцессу TSMC4NP. Дженсен Хуанг заявляет, что данное решение будет стоить от 30 до 40 тысяч долларов, а Nvidia потратила на его разработку колоссальные 10 миллиардов баксов. Что касается Дженсена Хуанга, то для представления нового чипа он одел куртку Teos из коллекции мужской одежды Tom Ford SS2023. Стоимость этой куртки составляет восемь тысяч девятьсот девяносто долларов, что примерно четверть от стоимости одного чипа Nvidia Blackwell. Больше информации про новейшие чипы Blackwell вы можете найти в моём телеграм-канале, а я же перейду к игровым видеокарточкам, которые тоже будут построены на архитектуре Blackwell. Топовый чип GP202, который будет использоваться для RTX 5090, также получит техпроцесс TSMC4NP, как и топовый ускоритель Blackwell. Этот чип будет содержать 12 блоков GPC, каждый из которых имеет по 8 TPC. И если конфигурация сохранится как у ADELA в LACE, то это говорит нам о 24 576 ядрах CUDA. Если сравнивать с AD102 в RTX 4090, то это рост на 33%. И также этот GPU предложит существенное увеличение объёма кэш-памяти первого уровня. Учитывая же тот факт, что ускорители вычислений уже двухчиповые, далеко не факт, что игровые видеокарты тоже будут двухчиповыми. И возможно мы тут говорим об одночиповом чипе Blackwell. В любом случае рост CUDA ядер на 33% это весьма неплохо. Но напомню, что это не говорит нам о росте производительности видеокарты на эти же 33%. Также уже известно, что топовые Blackwell будут доступны для партнёров компании уже к концу года. Поэтому видеокарточки RTX 5000 логично ожидали где-то осенью. Ну а если же вы вдруг, как и я, искали себе недорогое кресло, то я бы рекомендовал вот такую вот модель зомби, которую я нашёл дешевле всего на мегамаркете. Для самых же бюджетных сборок ПК, но современных них, сейчас отлично вписывается вот такая плата A620, которая стоит чуть больше 10к и тянет шестиядерники. А купить кит DDR5 на 32 ГБ с частотой 6000 МГц вы также можете по ссылке в описании, как и все остальные товары. И с него вам упадёт ещё немало так бонусов. Также от инсайдера XPA GPU поступила информация про более младший чип GB203, который скорее всего будет лежать в основе RTX 5080. Если кто не помнит, то этот чип урежут в два раза по сравнению с топовым. И инсайдер заявляет, что по растровой производительности он будет близок к KD102, то есть к RTX 4090, а в лучах может даже выигрывать. Правда здесь стоит понимать, что это данные именно о самом GPU. А как именно он будет реализован в видеокарте пока неизвестно. Инсайдер пишет, что всё будет зависеть от AMD. Но напомню, что последние данные говорили о том, что в линейке RX 8000 не будет флагманских решений и будут только среднебюджетные. В любом же случае, если GB203 в два раза урезали по CUDA ядрам и шину сделали 256 бит, и после этого он может тягаться 4090, то это очень хороший прирост. И на самом деле очень страшно представить, на что будет способна видеокарта RTX 5090, и возможно это наконец-то нормальное решение для 4К гейминга с запасом на годы. Не так давно компания Microsoft представила технологию WorkGraphs, которая призвана снизить нагрузку на CPU и дать часть работы на GPU. И вот компания AMD уже поделилась ранними испытаниями этой технологии на системе с видеокартой RX 7900 XTX и процессором Ryzen 7 5800X. По словам AMD, использование WorkGraphs повысило игровую производительность ПК на 39%, а решение какой-то задачи при использовании традиционного метода выполнения операции Execute Interact потребовало на 64% больше времени. Из данных цифр можно сделать вывод, что технология будет очень удачной. Но напомню, что она потребует реализации со стороны разработчиков на уровне игры. Энтузиасты из Бразилии смогли добавить в видеокарте RX 5600 XT немножко памяти. Но фишка даже не в этом, а в том, что они расширили ей шину. Если разбираться, то 5600 XT имеет шину 192 бита, но при этом RX 5700 опирается на тот же GPU с таким же количеством активных блоков, но оснащена уже 256 битной шиной. То есть сам графический процессор изначально поддерживал шину 256 бит, но AMD её порезала. И разработчики всё-таки сумели обойти ограничения и её разблокировать. В итоге после разблокировки шины, добавления памяти до 16 гигабайт и небольшого разгона удалось получить 29% прироста. Но вряд ли кто-то будет проводить эти манипуляции с 5600 XT. И дело тут даже не в том, что 5600 XT какая-то плохая, а в том, что она уже старенькая и стоит дёшево, а комплект памяти выйдет вам очень дорого. Да и в принципе разблокировать шину это непростая задача. Китайский процессор Xiaoxin KX7000, который имеет 8 ядер, но не имеет гиперпоточности, засветился в тесте Geekbench. Как можно заметить, он очень сильно обходит свою предыдущую версию KX6000. Но даже относительно старенький Core i3-10100F оказывается впереди. Хотя если рассматривать именно прогресс самого Xiaoxin за одно поколение, то прирост тут более чем двухкратный. И это при том же количестве ядер. Ребят, ну а я бы хотел вам напомнить, что у меня сейчас в телеграм-канале выходит целая куча новостей. И только там вы можете поставить реакцию с лицом Дженсона Хуанга, поэтому не забывайте подписываться на новостную телегу. Игровая консоль PlayStation 5 Pro будет на 45% быстрее, чем PS5. А в трассировке лучей прирост составит от 3 до 4 раз. Но всё-таки позиционироваться она будет не как консоль для 4К 120 кадров, а как консоль для 4К 60 FPS или 8К 30 FPS. Дело тут в том, что новая технология апскейла PSSR создаётся сразу с прицелом на режим 4К 120 и 8К 60. Но именно PS5 Pro не сможет потянуть такую задачу. Также у нас уже есть пример из какой-то неназванной игры, где PS5 обеспечивает Full HD при 60 кадрах, либо 1800 пи при 30 кадрах, а PS5 Pro может выдавать 1440 пи при 60. В другой же неназванной игре обычная PS5 в неназванном разрешении выдаёт 60 кадров, только без трассировки лучей, а PS5 Pro может справиться с таким же режимом и с трассировкой. И по сути, если говорить о производительности PlayStation 5 Pro, то о ней уже всё известно, хотя консоль должна выйти к концу года. И оказывается, Sony уже начала расследование из-за утечки характеристик игровой приставки. Под прицелом компании находятся сторонние студии, так как документы слили в сеть именно после того, как сторонние студии получили к ним доступ. Инсайдер Том Хендерсон также говорит, что сомневается в способности Sony найти хоть одного виновного. Но компания и без этого может сократить число студий, которые имеют ранний доступ к новым консолям. Российский поставщик электроники Merleon планирует продавать под собственной торговой маркой компоненты для компьютеров, такие как SSD, блоки питания, корпуса и т.д. Все эти компоненты, конечно же, будут производиться в Китае и продаваться под товарным знаком King Price. На самом деле движуха очень даже хорошая, но вот название, конечно, подкачало. Ведь King Price прямо ассоциируется с каким-то кингспеком и явно уже веет чем-то китайским. Компания Eardetta, известная своей защитой Denuvo, представила новый продукт, который призван бороться с пиратством в игровой индустрии. Называться он будет TraceMark for Gaming и представляет он из себя нечто вроде цифрового водяного знака, он будет добавляться в игры на любом этапе разработки и позволит отслеживать утечки. Хотя сами утечки он никак не предотвратит, но позволит разработчикам хотя бы избегать их в будущем. Например, если источником утечки является какой-то сотрудник, то его просто можно будет вычислить. И кстати такие методы уже давно используются в Голливуде. И на этом же моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также не забывайте подписываться на мой новостной телеграм-канал. За финансовую же поддержку новостной движухи я как всегда говорю вам всем огромнейшее спасибо. До скорого друзья.